Некоммерческие организации Ульяновска получили гранты. Главе региона общественники представили свои проекты по вылучшению качества жизни людей. Для достижения результата важна коллективная работа всех структур. Как подметил губернатор, именно человек должен находиться в центре внимания правительства и власти. Наша главная цель, с учётом появления национальной и социальной инициативы, звучит достаточно просто. Мы должны сами создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека. Для удовлетворения его потребности жить полной жизнью, вне зависимости от сложившейся жизненной ситуации. Независимо от особенностей его здоровья, вовлечения его в общественную деятельность. Губернатору представлен самый разный спектр идей. От образования до популяризации патриотизма. Например, Князькова Людмила рассказала о важности вовлечения ульяновцев в добровольческую деятельность. Здесь поможет создание единого контакт-центра. Сейчас проект на этапе подготовки. К концу месяца для жителей станет доступен номер телефона и детали обращения. Вместе сообщая, если мы объединимся, мы сможем решить глобальные задачи. И в рамках социального форума между Ульяновской областью, «Оно счастливый регион» и Ассоциация волонтерских центров было подписано соглашение о развитии добровольческой территории Ульяновской области. Я думаю, это поможет нам решать не только развивать региональные практики, но также выходить с ними на федеральный уровень. В образовательной среде сейчас активно набирает обороты патриотическое и духовно-нравственное воспитание. В этот процесс включилось и казачество. Павел Чувилин проводит просветительскую работу с молодежью региона. Мужчина отмечает, идей много, а вот реализовать их порой бывает сложно из-за нехватки денежных средств. Перейти на новый уровень помог выигранный грант. Как всегда, есть одна основная проблема – это нехватка ресурсов. И, естественно, при поддержке через грантовую политику мы можем наши конкурсы, соревнования, все те проекты, которые мы пытаемся реализовывать на территории, придать им более масштабный, качественный уровень. Марк Симак рассказал о концепции своего проекта за сильную, справедливую, стабильную Россию. В основу легла идеология Советского Союза. В планах открыть музей СССР на территории парка Прибрежный. Самый сложный этап пройден. Сюда привезен корабль «Метеор», который является памятником речного флота. Также в парке появится и семейный центр, где можно будет не только приобщиться к истории, но и просто хорошо провести время с семьей. Марк еще не успел представить свой проект на конкурсе грантов. Сейчас идеи молодого человека поддерживают представители бизнеса и общественной организации. То есть на собственных каких-то договоренностях, то есть, например, если это брать, например, кафе, детско-оздоровительный центр «Орион», то есть они предоставляют либо полную скидку, то есть один балл, там один рубль, и полностью это все списывается, либо просто какую-то частичную сумму они списывают нам. И наши участники, пользуясь вот этим всем, получают неплохую достаточно мотивацию и что способствует дальнейшему участию в проекте нашему. Мария Шпак отмечает, в нашем регионе живут очень активные и инициативные люди. Для того, чтобы их идеи воплотились в жизнь, необходимо объединение всех общественных структур. Если их идеи заслуживают внимания и действительно актуальны в современных условиях, то отраслевые министерства, либо эксперты будут их приглашать и вместе с ними отрабатывать схему реализации этой идеи. Либо через какую-то некоммерческую организацию путем получения гранта, либо путем реализации отраслевых мероприятий программных. Но я думаю, что в любом случае это повысит активность наших жителей. Проект по поддержке местных инициатив реализуется в Ульяновской области уже два года. Благодаря ему были построены объекты воздоснабжения, отремонтированы десятки зданий, сельских клубов и библиотек. А в этом году будет модернизирован Поливановский дом культуры в Барышском районе.